Мужчина в Трайвеле. Молодец! Господи, какой я классный препод. Я... Класс! Не получилось первое. Тебе нравится вообще классический балет? Ты ходишь ли на классический балет, может быть, там, в театры, там, какой-нибудь что-то такое? Это вот чисто, ну, вот, Алиса Оралова, да, там? Ну, если... Не Алиса Оралова, педагог, там. Просто Алиса, сама Алиса, как она? Я не вдохновляюсь, и мне нету рвения пойти посмотреть балет, нету такого, что оу-оу-оу-оу, пойдем на балет, купим билеты. Вау, какой фу-тэг. У меня этого нету. У меня была хореография, вот, в Академии танца, я понедельники считала, когда это закончится, все это плие, бадман-тандю. Мне не нравится. Да, я уважительна к любому танцу, слушайте, к любому. Они молодцы. Ну, я сижу, и мне скучно. Мне подавают драйвы, мне подавают, что человек завязался в узел, вау, как ты это сделал, хочется пойти научиться. Балет я все понимаю в плане, я понимаю, что они с детства у станка, честно, работа адская, вот это все дело, класс. Ну, энергии у меня в этом нет. Помню, был бум одно время, ну, не знаю, то ли я, знаешь, просто стала тоже темной классой, там, R&B, вот эти стили все, хаос. Ой, это моя слава из хаос, да. Как мне всегда нравилось. Ну, раньше, да, сейчас какой-то я тоже пережила этап, и вот там переходишь. Я сейчас сижу, вспомнила, мы же вместе с тобой преподавали в Model 357. Model 357, да. Я вот только сейчас сижу и осознаю, да, 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 там, я помню, была девочка Алис, которая трайбл вела, а я там вела танец живота как раз. Я помню, я даже один раз заменяла, да. Да, 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 помню. Ну, это, не знаю, можете не записывать, трайбл-мафия. А вот как ты смотришь на исполнение трайбл-фьюжн мужчинами? Совершенно спокойно к этому отношусь. Хотят, танцуют, хотят, нет, так же, как были дэнсы и мужчины. Кто-то это делает великолепно, интересно, возьмем того же самого, да, Илан. Возьмем. Да, ты прекрасен, ну, ты в своей стилистике, я не могу его назвать честно, трайбл-фьюжн, не могу я произнести это, потому что он совместил йогу с трайблом, то, что он делает, это великолепно, ну, правда. И у меня нет такого, что, в смысле, мужчина в трайбл-фьюжн, молодец, красава, так же, как и везде. Почему? Нет. Но если ты это делаешь великолепно, не пошло, почему нет? Не очень люблю, когда мужчина одевает топ. О, ну. Я люблю, когда, если ты мужчина, так... Браво, что разденься, покажи, что ты мужчина. Вот это, да. И чтобы это было по-мужски, а не по-бабски вот это. Да, 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 да. Сделай это по-мужски, и тогда это будет глазу приятно. Согласна, согласна с этим. Тоже я просто об этом размышляла и смотрела, очень много попадается. Илан, конечно, не знаю, это какая-то моя любовь. А ты вообще фанатична? У тебя есть? Нет? Не возводишься кумира? Никогда. Для меня это самое страшное. Потому что я всегда стремлюсь не быть такой, как вот кто-то. Да, для меня это прям номер один. Что, так, ты, походу, начала быть... Нет, 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 сделай так, чтобы быть не по... А кумир, ну, в смысле кумир. Ты восхищаешься этим. Ты здесь молодец. Так, вот здесь молодец. Хопа-хопа, здесь научился, тут научился класс. А когда у тебя один человек впереди, перед тобой, ты не развиваешься. Ты не видишь свой путь. Да, это самое ужасное. Я согласна. Это как-то более здраво и более здорово. Здорово! Здорово! Есть какой-то стиль танца, который ты сейчас хочешь освоить для себя? Вообще, я сейчас занимаюсь вогом. Паппинг для меня уже это как база моя. Нечистый паппинг, конечно, а то сейчас все паперы скажут. В смысле? Нет, нет, нет. Так, так. Паппинг, она танцует. Вообще, сейчас я пошла на эксперимент на такой, есть такой чемпионат, Just the Boom. Я на него сходила в экспериментале. Ну, конечно же, я никуда не прошла, потому что такие экспериментальщики, что вообще. Сейчас я начала заниматься брейком. Вот, я увидела, как там один танцор делает великолепную вещь. Просто смотришь и думаешь, офигеть, я хочу так же. И я вот пригласила его, и когда он начал показывать все эти фризы, я понимаю, что вот это супер. Вот это я хочу внедрять в свое соло, в свой коллектив. И девочкам говорю такая, в следующем году начнем со фриза. Будет что-то новенькое. Наверное, сейчас это брейк и, ну, акробатика, работа со своим телом. Ну, и Vogue это никуда не девается. Мне он нравится, мне нравится подача Vogue. Это моя прям подача. Вот, немножко надменности. Все мое. Ну, ты используешь прям вот это. Vogue? Да. Тут такое дело, что я начала заниматься Vogue, а потом я сходила на чемпионат. Ну, очередной. И вижу, что ты оригинален тогда, когда ты не делаешь Vogue. Потому что просто... Да сколько можно? Да господи. Я уже такая, зачем я занялась Vogue? И я поняла, что я по максималке сейчас не буду никуда внедрять Vogue. Я его внедрю тогда, когда все перестанут это делать. Я не хочу, опять же, быть как... Быть в тренде, да. В тренде нет, не хочу. И, получается, в Trouble я это вставляю, но немножко переделываю движение по Trouble. Что вроде Vogue, а вроде Trouble. То есть есть банальные руки, я хоп, добавила волну. Это уже Trouble. А вот, я вижу, что многие начали совмещать Trouble с Vogue. Я вижу это, да. Это красиво смотрится, но я поняла, что это кто-то уже сделал, значит, я этого делать не буду. Я пошла дальше. Да. Да. Когда что-то набирает популярность, это становится... Ну, это очень сильно приедаете. Я согласна, устаешь и думаешь, ну вот. И ты уже оригинальен в том, что ты этого не делаешь. Да. Как ты относишься вообще к конкуренции? Ой, я ее люблю. Как мы уже поняли, да? Ну, тоже адреналиновая, в принципе, я задаю вопрос. Обязательно себе найду какого-нибудь танцора, который меня начинает... В смысле ты везде занимаешь... В смысле ты молодец? Так, так, так. И мне не хочется, например... Я вижу, почему тот или иной танцор, например, берет постоянно первые места на тех же чемпах. Или коллектив... Я вижу это, но я понимаю, сделая я это, наверное, я тоже буду брать. Но я сказала, нет. Я именно хочу брать первые места в своем стиле и в своем... И я докажу, что он тоже имеет место быть на первом, ну, вот топе. И меня это стимулирует. Это разные танцоры. И я... И те танцоры, которых я очень уважаю, и мне нравится, что они делают. Ну, я понимаю, что они меня прям стимулируют. Давай, давай, еще. В смысле ты сидишь на диване? Ты помнишь? Так, помнишь, пошла. Ну, то есть я специально себе это нахожу. Я всегда нахожу себе мотивацию. Всегда нахожу чемпионаты какие-нибудь. Потому что я понимаю, что вот... Вот один раз ты получил, ты молодец. Вот мы сейчас с Женей, с моей напарницей, вот Женей Руденко, взяли первое место в дуэте. Мы шли очень стабильно. Третье, второе, первое. И я поняла, что вот ты получила первое место, ты довольна? Я поняла, что нет. Во-первых, я недовольна, почему за этот дуэт нам дали первое место, должны были за другой. А во-вторых, я сейчас найду все, что меня простимулирует, взять еще раз первое. Либо я обрадуюсь, если мы возьмем какую-нибудь там десятое, я скажу, класс, все заново. Начали. То есть я иногда, наверное, желаю себе взять какое-то низкое место, чтобы мне как пинок дало, и я не расслаблялась. Вот такая вот у меня постоянно ком. Наверное, это терзание себя, как скорпион кусаю себя, но мне это нравится. Ты скорпион? Да. Когда у тебя день рождения? Десятого ноября. С наступающим еще рано поздравить. Да, нет, 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 с наступающим уже, да. А вы, если смотрите нас 10 ноября, вы можете поздравить в комментариях Алису с днем рождения. Спасибо. А если 9-го, можно даже подумать о том, что завтра 10-й и поздравить. Вот ты говоришь про чемпионаты. Как часто вообще в год, в течение года ты сама, девочек туда? Это сезоны. Это осень и это весна. Вот сейчас сезон апреля будет. Вот это сейчас прям каждые выходные чемп на чемпе. И мы этого ждем, нам прям это нравится. И поэтому вот февраль-март у нас чистка номеров. А осенью это ноябрь. Ноябрь и декабрь. Вот два раза в год вот такие вот чемпы, лето, это... А потом давай. Ты уже проговорила, что ты можешь поставить там за два выходных дня и ставишь танец. Ну, сама-то я ставлю месяц его отдать им за два выходных дня. Понимаю, да. Нет, 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 это понятно. Твой процесс это... Не гениально. Нет, я еще... Сколько требует вот там... За сколько можешь ты отточить с девочками этот танец настолько, что ты готова его на большую сцену? Вчера вот у нас была репетиция, я поняла, еду домой, я такая, что-то мне стало страшно, говорю. Потому что сейчас мы делаем так, мы берем одно движение, банально, ну, например, да. Я записала его на музыку, на репите, на постоянке. Три часа одно движение. Чтоб как одна. И вот я понимаю, что время-то поджимает, первый чемпионат 8 апреля у нас, а мы еще не дошли до там основного какой-то вещи. Я понимаю, что я не могу оставить вот то, что сейчас грязно. Мне надо его почистить, но я понимаю, что и впереди еще полтанца. И вот отсюда, я не могу сказать за сколько. У меня в планах до середины марта его почистить и потом заново его еще чистить. Еще прям почистить то, что было почище. Почистить, потом почистить, еще раз почистить. И обязательно не забыть почистить. Почистить, да. Логично. Поэтому не могу сказать сроки. Какие-то движения прям бомбят, прям идут, прям все, я здесь сделаю. А какие-то, честно, я иногда смотрю, думаю, а это реально почистить? А потом думаю, но ведь другие танцоры выходят чистые. Но другие же чистят. Значит, и я могу. То есть у меня вот так вот. Здорово. Своими постановками ты же пытаешься что-то сказать. Обычно у тебя есть тоже смысловая нагрузка какая-то. Да, в основном это в коллективном. В коллективном. Да, в соло. У меня нет такого, что донести до зрителя, насколько там ужасен мир. В соло у меня, наверное, я беру какие-то образы. Это либо ковбой, либо балерина, либо японка. Вот как было. И последний это. Вот, наверное, последний это больше смысловой мой такой танец, где я посмотрела «Адвокат дьявола». Я поняла, насколько это божественный фильм. И я решила две личности совместить у себя в теле. И что одна не понимает, почему вырывается вот тот дьяволенок. Это вот этот, где ты в галстучке. Ой, как он мне понравился. Ой, спасибо. Я прям. Да, это он. Для меня это была борьба двух личностей, которые хочут, чтобы оно уже ушло. Он не понимает, что происходит в его теле. И в итоге, как в адвокате дьявола, все равно остается. И мне это было интересно показать. А в коллективном, да, и это провальный мой номер, про который я говорила, там никакой смысловой нагрузки, там просто армия. До этого была «Пиковая дама». И там я четко шла по вот этому произведению. До этого вот цветок у нас был. Я просто хотела показать, как цветок жрет. И вот сейчас это, не хочу рассказывать, но это тот танец, который я, наверное, хочу, чтобы зритель понял, о чем я хочу сказать. Это, наверное, первый такой социальный будет танец. И вот, который мы сейчас делаем. Скажи, пожалуйста, бывали ли у тебя случаи? И если бывали, то как ты к этому относишься? Либо, может быть, и не было. Когда девочка из твоей группы, которая, допустим, у тебя долго занимается, и, ну, она решила идти дальше, либо она решила идти в другой стиль, либо в другое направление, да, и как бы, ну, и пошла дальше. Как ты к этому относишься? Я очень рада, если честно, когда мои ученики куда-то идут дальше. То есть у меня нет ревности, когда кто-то ходит к другому преподавателю. Я иногда сама. Идите на мастер-класс. То есть я за то, чтобы они развивались. Потому что мне проще дальше. Эгоистичная точка зрения, конечно. Но мне проще, если я знаю, что этот человек ходит на тот или иной стиль, значит, он мне может помочь. Вот у меня есть ученица, по совместителю подруга. То есть она хаосом занимается. И она мне сейчас чуть-чуть помогла в моем новом постановке сделать хаос. И она тройболистка и плюс хаос. И я понимаю, что это круто, когда ученик что-то еще умеет помимо. Это небольшой, я считаю, комплекс преподавателя. Если он боится отпустить, значит, ты не очень уверен в себе. Вот, если он ушел. Ну, самое главное, что я дала ему базу, и он дальше может идти с этой базой. Препод все равно первый я. Ну, грубо так говоря. А если многие уходят, тот и приходит сюда, идет в тот же трайбл-мафию, да, к другим преподавателям. Я к этому вообще очень спокойно отношусь. Значит, тот больше по стилю ему подошел. По манере, по еще каким-то интуитивным вещам. Не вопрос. Я спокойна, значит, так. Мне тоже не бывает такого, что все преподаватели мне прям подошли. Нет, я пошла искать другого. Это глупость, вот это ревновать или ааа, ты ушел. Бывало, что уходили из коллектива. Это у нас тест на адекватность Алисы, да? Ну-ка, адекватно. Бывали, уходили из коллектива, но со скандалом, наверное, ушла только одна. А, ну, то есть были, ага, скандалы, интриги-расследования. Да, интриги-расследования. Была такая девочка, но там она не научилась делить личное, что вне зала и что в зале. Что, девочки, я учу в зале, это моя территория, и вы по моим правилам играете. Я самодур иногда, как преподаватель бывает. Вот убейся, но сделай так зачем. Надо. Я так хочу, вот сейчас. Если тебе это не нравится, ну, вот туда. Вне зала, мы все равны, все классно, все супер, веселуха. А кто-то не умеет разделять, это кто-то обижается, потом выходит. А я могу наорать здесь, но выйти туда, ну, что, как? Как прошло, как педагог. Как репетиция. Что, наорал? Ай. Да, 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 несправедлив. То есть я умею это разделять, многие ученики нет, и мы учимся этому. Мы с ними учимся общаться. Мы иногда делаем посиделки, так, а теперь разбираем. Давайте поговорим. То есть мы вот сплоченность именно даже по общению. Не просто отрепетировал, ушел. А именно общение обязательно здесь между друг другом идет. Тебе же важно, наверное, тоже, чтобы у девочек между собой не было чувства там конкуренции. Или наоборот, тебе это нравится, что между ними возникает чисто какая-то конкуренция есть, а то нет. У них есть эта конкуренция между друг другом, не в плане коллективном. Меня поставили в первый ряд, а меня солисткой. У кого-то есть, безусловно. Но так как они общаются со мной, я им всегда говорю так. Ты не в первой линии, ты не солистка лишь из-за того, что ты, значит, не дотянул. Не просто так. А между собой батлы или это, они стали до такой степени уже сплоченные, что, блин, на батле как будто и не батлимся, а просто танцуем. То есть у них вот такие вещи. Но я всегда за здоровую конкуренцию. Я им всегда говорила, даже если вы в коллективе, вы семья, у нас уже это как вторая семья, это не значит, что вот ты, я не могу вот выйти на чемпионат и вот бороться там с Катей. Почему? Ну вот мы же в одном коллективе. И что? Ну, то есть как бы во мне нет, если я выйду на чемпионате со своей ученицей, я буду бороться за свое место. У меня не будет такого, ученица, ну иди. Нет. Но для меня будет победа, сразу могу сказать, если моя ученица уделает меня. Значит, господи, какой я классный препод. Но я пойму, наступили на первые. В любом случае плюс, да, либо я классный препод, либо я танцор, да. Везде плюсы надо находить. Да, хорошо. Вот. На последнем как раз батле я сидела у тебя в жюри. Я обратила внимание на то, что девочки действительно, я сидела на первом и сидела вот сейчас. Сколько между ними прошло? Два года? Ты сидела на первом, а сейчас шестой был. О, вот это да. Два года, шестой. Я просто обратила внимание, какая была напряженная борьба в первом батле между ними. И сейчас они реально просто танцевали, им было прикольно. Они очень кайфовали от того, что происходит. И у них не было вот такого, так, я должна, я должна. У них этого не было. Ты расстроена, что это ушло? Или это наоборот здорово? Ты будешь искать какие-то новые точки, новые точки, как вулкана в них, чтобы вскрыть и... Уже ищем. А, понятно. Это им нужно было. Вот это. Потанцевать себя, как бы показать, все. А сейчас у меня к ним возник вопрос. Ну, это и моя ошибка как преподавателя. Я говорю, вы батлились или просто показывали себя? Вот вопрос. Я не говорю, что надо убивать. Я против. Многие почему-то думают, что батл это значит агрессия, это значит вот убить. Нет, я всегда это читаю и всегда расстраиваюсь, потому что, ну нет. Батл это просто вот конкуренция нормальная совершенно. Я вышел, разложил так музыку, ты вышел, разложил так музыку. Ага, ага, я круче. Ну, то есть это какая-то игра идет. А когда нет конкуренции, я считаю, что и нет роста. Но я им сказала, все это произошло от того, что они танцевали на жюри. А надо было друг на друга. И оно бы появилось. Потому что я хожу, смотрю на батлы других стилей, и там прям так, друг на друга идет давя. Я против унижения, я против оскорбления человека, который рядом, да, с тобой соперник. Но показать, какой я кайфовая, видел, 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 другой видел. Ай, он лучше. Это прикольно же, это дает энергию. Но никакой агрессии не должно быть. Вот это вот там, в крампе есть футболку на своего соседа одеть. Вот это, ну, у нас такого нет, топы на кого-то. Манистами там. Да, да. Кольца полетели. У нас этого нету, но мы с девчонками сейчас это тренируем. Контакт. И что произошло? Оказывается, когда они вконтачат, они теряют технику. Они больше зациклены на технику, когда на жюри танцуют. Ну что, привыкли соло выходить, да, и делать. А тут, когда друг на друга, тут идет эмоциональность. Я очень за эмоцией. Мы сейчас тоже работаем с эмоцией. А когда контакт, надо какие-то эмоции еще показывать. И тут они теряют какую-то технику. И мы сейчас вот работаем на то, что и контакт был друг с другом, и плюс не теряли технику. У меня осталось к тебе еще несколько вопросов, но я задам их тебе в третьей части нашего интервью. Подписывайтесь, оставайтесь с нами и ждите продолжения. Я вижу, что ты не смотришь. Ну-ка поднял глаза от своей тарелки. Ну-ка быстро. Алиса, мне очень интересно. Не очень, да. Алиса, спасибо тебе большое, что ты смогла вновь с нами встретиться. В этой одежде. Спокойно. Алиса. Ну там суры бедные просто.